Эта картина «Сидящие крестьянки и юный гармонист» написана народным художником Николаем Богдановым Бельским. Больше всего он любил изображать быт и повседневность, но делал это со свойственной ему самобытностью. В семье Сергаевых Горелкиных любовь к творчеству в крови. Надежда проводит экскурсии на самарских предприятиях. В режиме самоизоляции работу, как и многие самарцы, приостановила, но скучать дома не приходится. В социальных сетях огромной популярностью пользуется челлендж «Изоизоляция». Суть в том, что люди повторяют сюжеты картин известных художников. Надежда заинтересовалась флешмобом, а домашние ее инициативу подхватили. И вот в копилке семьи уже пять работ и тысячи лайков. Если чувство юмора в правильных рамках находится, правильный посыл, то, конечно, такие работы набирают наибольшее количество лайков. Люди пишут, люди пишут комментарии. И когда я сделала девушку с серпом из березы, она у меня получилась, я делала с уважением к художнику, но получилось очень смешно. То есть, как будто я этим серпом убью всех, кто против России. И все об этом писали, говорят, ну, нам теперь не страшно. Раз у девушки есть серп дома, значит, нам в России ничего не страшно. Перевоплощение происходит в считанные минуты. Для создания сюжета годится все, что прячется в семейном шкафу. Во многом выбор картины зависит от аксессуаров, которые есть в доме. С этим проблем нет. Ведь еще одно из увлечений семьи Сергаевых-Горелкиных – реставрация старой мебели и предметов обихода. Самый трудоемкий процесс – это костюмы. Их шьют сами. Нужно жить не скучно. Нельзя кушать и спать. Смысла нет в жизни тогда. А вот когда ты занят с детьми, с людьми, вот радость в чем. И мы живем, и вокруг нас тогда живут. Челлендж изоизоляции стал популярным в сети. Он позволяет познакомиться поближе с именитыми художниками и стать ближе к искусству. И стоит забывать, что каждый из нас и есть творец. Только вместо кисти и красок в наших руках выбор и поступки. А полотно и есть сама жизнь. И какими оттенками ее разбавить – это уже выбор каждого человека. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова